Приветствуем вас на программе Эндрю Вомага «Истина и Евангелие». Цель его служения – донести до людей весть о Божьей безусловной любви и благодати. Вот уже 20 лет Эндрю учит людей по всему миру через библейский колледж Харрис. А теперь давайте послушаем Эндрю. Приветствуем вас на программе «Истина и Евангелие». Сегодня пятница. Мы снимаем эту программу после прошедшего Рождества. Мы закончили прошлую программу на теме «Страх пред людьми». Вчера мы начали говорить по этому вопросу. Сегодня мы будем говорить по вопросу «Страх успеха». Если вы не слышали всего учения, у меня нет возможности все повторить. Поэтому я рекомендую вам заказать мои материалы с этим учением. Это откровение преобразило мою жизнь, и это одно из самых больших откровений, которые Бог мне показал. О том, как я ограничил его в своей жизни через свое мелкое мышление. На прошлой неделе, или ранее, я учил о страхе, как страх ограничивает действие Бога в нашей жизни, страх пред людьми, страх неудачи. Сегодня я начну говорить о том, как я ограничивал Бога через страх успеха, через боязнь успеха. Многим это будет не очень понятно. Многие скажут, чего я тут бояться в успехе-то. Успех значит больше преуспевание, принятие, влияние и всего остального. Это же все здорово. И многие не боятся успеха, но я боялся. Потому что Бог 31 января 2002 года обратился ко мне, и Он показал мне откровение, которое преобразило мою жизнь и служение. Он показал мне, какое будет влияние моего служения на людей. Оно огромное. Я хочу сказать вам, вот еще чего я боялся, что если я начну преуспевать, и мы станем еще более влиятельными, и больше людей будет к нам приходить, будет больше приходить финансов и больше всего остального, я боялся, что все это разрушит мои взаимоотношения с Господом. Опять же, немногие, наверное, со мной согласятся в этом. Мало вообще кто так думает. Большинство скажут, да нет, пусть уж наоборот будет успех. Чего там наше взаимоотношение с Господом, пусть все остальное придет. Но для меня самое важное в моей жизни, это мое взаимоотношение с Господом, мое ухождение пред Богом. И я скажу некоторые вещи здесь, которые потребуют подробного объяснения с моей стороны, но хочу, чтобы вы послушали внимательно. Потому что это правда. Большинство людей не видят успех как потенциальную проблему, и поэтому у них нет никакой сопротивляемости к проблемам, которые с успехом приходят. Но я знаю, чем учит Писание, что больше людей было разрушено преуспеванием, чем сложными, трудными ситуациями. Я думаю, что преуспевание — это большее испытание нашей цельности, нашего общения с Господом, чем трудности. Когда я говорю о преуспевании, я говорю не только о финансах. Я говорю о принятии, о чести, которую вам оказывают. Например, сегодня я занимаю такую позицию в жизни, я не буду вдаваться в детали, но десятилетиями, десятилетиями я и Джейми, мы жили, знаете, это вообще не полная, конечно, такая истина, такая относительная, но мы жили в таком забытии, что называется. Мы не знали никого знаменитых, известных, у нас не было никаких связей особенных, которые были у многих людей. Мы просто жили таким образом, и наши отношения с Богом, они нас и поддерживали на плаву. У нас не было наставников, менторов или тех, кто нас поддерживал, и мы были сами по себе, в общем-то, большую часть нашего служения времени. И когда Господь показал мне, как наше служение будет расти, и как оно станет влиятельным во всем мире, то один из страхов, который у меня появился, я знал, что будет много сопротивления, много критики, я ко всему этому был готов, но и не был уверен, был ли я готов к принятию. Опять же, я мог бы привести вам детали, но не буду этого делать, речь не обо мне, я пытаюсь лишь себя привести в качестве примера, чтобы донести до вас главную мысль, но меня стали принимать, почитать люди за последние годы таким образом, как никогда раньше этого не происходило, как меня раньше никто не принимал и не почитал. Я мог бы привести вам множество примеров, я и Джейми, мы обсуждали этот вопрос, и я, в общем-то, закаленный, я могу справиться с гонениями, с отверженностью, с критикой, потому что у меня было много опыта, но действительно сложно справиться с принятием, когда тебя, наоборот, принимают, и меня даже это удивляет и пугает. Та честь, которую нам оказывают, и Бог нам оказывает, и один из страхов, который был внутри меня в 2002 году, когда Господь показал мне, что Он запустит как с катапульта наше служение, и мы будем влиять на тело Христова, будем оказывать сильное влияние, будем крупными игроками на христианском рынке медиа. И я боялся, что все эти события отвернут мое сердце от Господа, и я перестану на него уповать. И это был один из факторов, которых я боялся. В притчах 16 главе 18 стихе говорится, «Погибли предшествуют гордость, а падению — надменность». На прошлой неделе и на этой неделе я приводил в качестве примера Саула в первой книге Царств 15 главе 17 стихе говорится о том, как Самуэл сказал Саулу, что когда ты был мал в своих собственных глазах, Бог поднял тебя, Он превознес тебя. Но потом ты возгордился, и теперь твое царство будет отобрано у тебя. То есть мы видим, что подобное происходит почти в жизни каждого крупного персонажа в Библии. У меня нет времени объяснять все, что происходило с Моисеем. Когда он разозлился и ударил по камню, вместо того, чтобы сказать слово камню, он превознес себя. Он столько видел успеха, что вместо того, чтобы повиноваться Богу и сделать так, как Бог ему велел, он сделал по-своему, и из-за этого он не смог войти в обетованную землю, потому что Бог сказал, что ты не почтил меня пред людьми, и поэтому он не пустил его в эту землю. Я думаю, что Моисей стал превозноситься от гордости и стал поступать по-своему. Так же сделал Давид во второй книге Царств 11 главе, где говорится, когда выходят цари в походы, Давид был царем, он должен был быть в походе, делая то, что Бог ему велел. Вместо этого он после заката, когда другие люди идут спать, Давид вставал из постили. Что это означает? Что ему было скучно, он спал днем, он так преуспевал, он мог отправить своих генералов воевать за него битвы, вместо того, чтобы делать то, к чем он был призван и помазан, во время преуспевания, во время успеха, Давид отходил от Господа, и тогда он совершил прелюбодеяние с Версавией и убил ее мужа. Да, нужно отметить, что когда его обличили, он покаялся, и Бог восстановил его, и Бог продолжал его использовать. Он восстановился после этого падения, но тем не менее, я вижу прямые взаимоотношения, прямые последствия между преуспеванием и успехом, которыми наслаждался Давид. Он не искал Господа так же, как он это делал, когда за ним гонялись, когда Саул пытался его убить, и когда он переживал трудные времена. Задайте себе следующий вопрос, когда вы молитесь больше всего, когда вы читаете Библию больше всего? Я бы сказал, что большинство людей, 90% или больше, которые смотрят эту программу, вы читаете слово больше всего, когда вы находитесь под давлением, когда вас преследуют проблемы, и вам кажется, что у вас будет финансовый кризис, физический кризис, кризис взаимоотношений. То есть именно в кризисной ситуации большинство людей серьезно начинает искать Божьего лица. И когда приходит преуспевание, обычный человек начинает отпадать от всего этого, потому что все идет хорошо, поэтому вы не ищите Господа так же сильно, вы не молитесь так же много. Я считаю, что больше людей было разрушено успехом и преуспеванием, чем было разрушено трудностями и проблемами. В трудностях и проблемах обычный человек признает, что все это превыше моего контроля, Бог мне нужна твоя помощь, и он обращается к Господу, и благодаря этому он преуспевает. Но когда все начинает идти хорошо, люди перестают уповать на Бога так же сильно, и они начинают заниматься своими собственными делами, они начинают думать, что у них нет никакого кризиса, и именно такой настрой разрушает взаимоотношения многих людей с Господом. Илия также пример такого случая в Третьей книге Царь, 17 главе, Илия появился на сцене. У него было слово от Господа, он донес его царю. Бог сельфи естественным образом защищал его. Три с половиной года он видел, как умножалась еда вдовы, как сын ее был воскрешен из мертвых. Впервые человек был воскрешен из мертвых в Библии. В служении Илии не было ни одного стиха, который бы что-то подобное обещал. То есть это был крупный прорыв. Он ходил пред Богом в таком смирении, уповании на Бога, что он взял немного масла и приумножил это, и приумножал муку в течение трех лет. Он воскресил сына вдовы из мертвых, потом он собрал всех вместе царя, жрецов Ваала, построил жертвенник и бросил им вызов. Давайте, пусть они построят жертвенник, положат животных, дрова, но не поджигают эти дрова. Будем молиться, и пусть истинный Бог ответит огнем. Так они и сделали, пророки Ваала, они потратили много часов, резали себя ножами, скакали вокруг жертвенника, предлагали себя в жертву своему Богу, чтобы Бог Ваал отправил огонь и пожрал жертву. Но ничего не произошло, и тогда Илья, он сделал свою жертву, он облил жертвенник водою, так что там все было пропитано водой, дрова были пропитаны водой, чтобы не было никакого подозрения, что был какой-то поджог умышленный. То есть он затруднил задачу Бога, и он помолился простой молитвой, сошел огонь Божий с неба, пожрал жертву, и он поглотил жертву, жертвенник все поглотил. Это был сверхъестественный огонь Божий. И вся нация упала на колени и стала восклицать. Господь есть Бог, Господь есть Бог. И прямо после этого он сказал Ахаву, садись в свою колесницу и езжай в Изриэль, потому что приближается конец засухи, и я слышал голос приближающегося дождя. Он забрался на гуру, кормил, помолился, и Бог остановил засуху, и начался сильнейший дождь, и Илья был настолько возбужден, настолько было много адреналина у него в крови. Несмотря на то, что Ахав уехал раньше в своей колеснице, Илья перегнал его бегом. Там было 20 миль расстояние, он доехал, добежал туда раньше Ахава. У Ильи был успех, у него был один сплошной успех, череда успеха, но знаете, все это, как говорится, на него повлияло. В 19 главе мы видим, как Изавель услышал о том, как он убил 450 жрецов Ваала, и она отправила ему записку, где была сказана, пусть то и то сделают мне Боги, еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с тобой, с твоей душой, того, что сделано с душой у каждого из них. И когда Илья увидел это, увидел что? Он увидел себя мертвым, вообразил себя мертвым, как один из этих жрецов, хотя Илья убил 450 жрецов. Представьте себе эту картину. Если бы у человека был меч в руках, и он убил 450 человек, я гарантирую вам, что это было ужасное зрелище, 450 тел мертвых людей, может быть, они были рассечены на части, это было ужасное зрелище, какая картина, которая была нарисована в уме, Ильи, и потом он увидел себя лежащим, как одного из тех, кого он убил, и он стал спасаться бегством после этого, он стал убегать, он убежал от записки, от женщины, которая ему пригрозила, до этого он был таким смелым, но вдруг он ослабел, и он побежал. В конечном итоге он сказал Господу, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих. Это утверждение, позвольте мне прочитать его слово в слово в 3-й книге Царств, 19-й главе. Это утверждение звучит так, и оно открывает нам много чего. 3-й Царств, 19-й глава. Позвольте мне прочитать. Это будет стих 4. Здесь и говорится, «А сам отошел в пустыню на день пути, пришедший сел под можжевелым кустом и просил смерти себе, и сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Когда он говорит, «Ибо», это соединительное слово, «Да, Господь, возьми мою душу, потому что я не лучше отцов моих». Он никогда не был лучше своих отцов. У Бога никто не работает на него, кто бы подходил на это дело полностью. Бог использует нас не потому, что мы совершенно это заслужили. Откройте 1 Коринфянам, 11, 26 по 31 стихи, и там Павел говорит, «Посмотрите, братья, кто вы призваны, немного из вас мудрых по плоти». Бог избрал немудрое миро сего, то, что презираемо, то, что ничего не значит, для того, чтобы посрамить значащее. Истина в том, что никто, кто представлял бы Бога, не представляет его совершенным образом. Я в том числе. Бог намного больше, чем я. Он не использует меня, потому что я серебряный сосуд, а он меня использует, потому что я подчинился ему. Он использует меня вопреки мне самому. Все это благодаря ему. И когда Бог начинает использовать кого-то, как я, его сила действует через меня, люди смотрят на меня и говорят, «Не может быть, чтобы этот человек вышел на телевидение?» Уж точно не он. Наверное, это Бог через него действует. И Бог прославляем. Бог избрал слабые вещи этого мира. Когда он действует через нас, он прославляем. Истина в том, что никто из нас не лучше кого-либо другого. Дело не в том, кто мы. Дело в том, кого мы представляем. Дело не в нас, а в послании. И Илия как раз здесь ошибся. После целой череды успеха. После воскресения мертвого, чего раньше вообще не было в мире. Потом он созвал огонь с неба. Он закончил засуху. Он произвел пробуждение. Убил же пророков Ваала. И добился такого успеха. И в какой-то момент он стал думать, что он лучше, чем другие люди. Но вы знаете, успех действительно может развратить. Развратил Илью. Опять же, я не думаю, что многие меня понимают, но я вижу подобные вещи в Писании. Я понимаю, что успех, возрастание влияния и тому подобное, все это может ударить вам в голову, изменить вас. И я боялся, что со мной может произойти подобное. Поэтому я боялся успеха. Я не хотел потерять мои взаимоотношения с Господом. Я не хотел возгордиться. И для меня это был один из больших вопросов. И из-за этого я наслаждался своей анонимностью. Возвращаясь к тому моменту, когда Господь обратился ко мне 31 января 2002 года, в тот момент мы выступали на 5 или 6% рынка телевизионного Соединенных Штатов. Хотя мы касались жизни людей, и я оказывал влияние. Бог использовал меня и благословлял меня. Я был, что называется, под радаром. И когда нечтивые люди критикуют те, кто выступают на телевидении, критикуют проповедников, так вот, меня и не критиковали, потому что у меня не было такого влияния. Потому что критики всегда нацеливались на более крупные фигуры, на большие цели, чем я. И мне было хорошо, что мне не нужно было иметь дело с такими проблемами. Но сегодня, когда мы покрываем 100% телевизионного рынка США, не только США, но потенциально 3,2 миллиарда человек могут смотреть мои программы, моя родственница в Индии находилась в гостинице и пошла в спортивный зал и смотрела меня по телевидению. Меня также смотрят, мои материалы слушают на Южном полюсе, на любом континенте Земли. Я говорю это не для того, чтобы похвалить себя, но показать, как Бог увеличил наше влияние. И благодаря этому мне теперь, в общем-то, сложно куда-то поехать, чтобы меня кто-нибудь не узнал. Недавно я был в аэропорту, и 3 или 4 человека подошли ко мне и захотели со мной пообщаться и рассказать о том, как мое служение их благословляет. И из-за этого я боялся, что вот это возрастание признания и известность, так или иначе, они отвернут мое сердце от Господа, потому что там есть примеры, как я только что рассказал. Илия, так произошло с Давидом, так произошло с Моисеем. Очень много стихов говорят о том, чтобы мы ходили смиренно пред Богом. Намного проще быть смиренным, когда ты не видишь успеха. Аминь. Поэтому это один из страхов, который у меня был. Опять же, многие из вас могут меня и не понять, потому что вы готовы принять все эти проблемы, которые идут со славой, но мое взаимоотношение для меня важнее, чем что я могу увидеть в физической сфере. Поэтому для меня это был реальный страх. Ну и, в общем-то, по большому счету, как я с этим вопросом разобрался, я вернулся к тому, о чем говорил на прошлой программе, 1 Иоанна 4,18. Совершенно любовь изгоняет страх. И Господь обратился ко мне и сказал, «Эндрю, я над тобой работал 34 года. Я работал над твоим сердцем, и тебе нужно доверять мне. Я хочу использовать тебя, я хочу продвигать то, что я делаю через тебя, и тебе нужно уповать на меня». Все свелось к любви. Господь говорит, «Я готовил тебя десятилетиями к этому моменту, уповай на меня». И вот мы здесь 12 лет спустя. Мое служение возросло во много, во много раз, в 15 или 20 раз, по сравнению с тем, какое оно было 12 лет назад. Мы видим, как происходят удивительные вещи. Я могу искренне сказать вам, что мои взаимоотношения с Богом такие же хорошие, как и раньше. Я все еще ищу Господа, я больше принимаю для себя из Писания, чем раньше. Я ищу сердце Господа еще больше, и мне нужно уповать на Него. Все это я рассказываю вам как часть моего свидетельства. Я не уверен, что многие так боялись бы успеха, как я, но в том случае, если вы признаете, что Бог предназначил вам что-то большее, чем то, что вы делаете сегодня, и вы боитесь того, как это повлияет на вас, на ваше сердце, на ваше взаимоотношение с Господом, я говорю вам, что вам нужно уповать на Господа. Я верю, что Бог хочет, чтобы мы ходили при Нем смиренно, больше, чем мы сами этого хотим. Если вы продолжите общаться с Господом, продолжите молиться, Господу Бог будет хранить вас смиренным. Господь поможет, чтобы ваша голова не вознеслась от головокружения, и вы ее не потеряли. Очень важно следить, с кем вы общаетесь. Это действительно важно. Я знаю много служителей, не буду называть имена, по каким-то причинам они изолировали себя. Они считают, что они не могут общаться с простыми людьми, с простым народом. И из-за этого они живут в вакууме, они живут в закрытом каком-то сообществе, и я думаю, что это опасно. Одна из причин, по которой мои ноги остаются на земле, и моя голова остается на плечах, потому что я все еще общаюсь с людьми, разговариваю с людьми, и я не изменился. Я тот же, какой был прежде. Это важно. Вот буквально на прошлой неделе те люди, которые, ну, они добились огромного успеха с естественной точки зрения. Я был в их месте. у них 90 миллионов квадратных футов помещений. Это их помещение, где у них офис. Это их это их офис, и это их центральная центральная штаб-квартира. Они добились огромного успеха. 2200 с лишним работников. Но знаете, те, кто этим занимаются, я был в небольшом собрании с ними на обеде, с этими влиятельными людьми. Они очень известны. Если бы я назвал их имена, вы бы их сразу же узнали. Мы сидели за обедом, и основатели, те, кто все это начал, мультимиллионеры, наверное, может быть, миллиардеры. Так вот, эти люди ходили и разносили еду гостям, десерты. Они не сидели, пока их обслужат. Они служили другим людям, как если бы это были мы важные люди, там что называется. Я думаю, что это удивительно, здорово. Я думаю, что это благочестивое отношение. Вы должны помнить об опасностях успеха точно так же, как вы помните об опасностях трудностей и проблем. И думаю, что больше людей было разрушено успехом, чем проблемами и трудностями. Эндрю вернется к вам через пару минут, чтобы рассказать о том, что вы увидите в следующей программе. А пока Эндрю хочет, чтобы вы знали, что вы можете заказать его книгу «Не ограничивая Бога». В этой книге Эндрю рассказывают, что может ограничивать Бога в вашей жизни, как узнать, в каких сферах вы можете мешать действию Божьей силы и какие шаги можно предпринять, чтобы войти в Божье призвание и наполнить свою жизнь удивительными свидетельствами Божьих чудес. Чтобы узнать эти важнейшие истины, закажите книгу Эндрю «Не ограничивая Бога» прямо сейчас. Для этого вы можете позвонить по телефону 8-921-993-7009 или 8-812-371-6104 или написать нам через наш веб-сайт cbtcrusha.ru Вы много молитесь, читаете Библию, но в вашей жизни ничего не меняется? Книга Эндрю Вомака под названием «У вас уже все есть» книга «Хороших новостей». Божий ответ на ваши молитвы не зависит от ваших дел и поступков. Он зависит от поступка, который уже совершил Иисус, когда отправился на крест. Прочитав эту книгу, вы получите знания, которые помогут вам изменить свою жизнь к лучшему. Вы когда-нибудь ощущали, что недостаточно хороши для Бога и спасения? Задумывались, а попадете ли вы на небеса? Насколько ваше спасение зависит от добрых дел и поступков. Учение Эндрю Вомака «Благодать силы Евангелия» поможет вам сделать правильный выбор и найти правильные ответы. Больше вы не будете терзаться сомнениями, вы обретете уверенность в Боге и его отношении к вам. В книге об уздании эмоций Эндрю Вомак учит нас истинно Божьего слова о том, что такое эмоции и как их контролировать. Эндрю делится своим опытом, в том числе и полученным во время войны во Вьетнаме. Вы узнаете, откуда берутся эмоциональные проблемы, какие у них библейские решения. Истины Божьего слова, рассказанные в этой книге, помогут вам изменить свои эмоции и поступки и вывести вашу жизнь на другой качественный уровень. Закажите книгу. Вы можете сделать заказ, позвонив по одному из указанных ниже телефонов или написав нам на электронную почту, которую видите на экране. Еще раз повторим, что вы можете заказать учение Эндрю в книге на CD и DVD дисках на его веб-сайте cbtcrussia.ru cbtcrussia.ru Вы можете также получить эти материалы, позвонив по следующим телефонам в России 8 921 993 7009 или по телефону 8 812 371 6104. Вы также можете написать нам письмо, отослав его на адрес, который видите на экране. А теперь давайте посмотрим анонс программы от Эндрю на следующей неделе. Совершить свое пролюбодеяние он убил человека. Он покаялся, Бог его восстановил, но из-за своей гордости он так поступил. То же самое происходило в первой книге Царств 15 главе. Там говорилось о Сауле и мы этот пример разбирали ранее. Первый Царств 15 главе говорится «Непокорность есть такой же грех, как волшебство и противление тоже, что идолопоклонство за то, что ты отверг Слово Господа и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». все это я рассказывал вам ранее. Это часть моего свидетельства. Бог показал мне, что страх ограничивал то, что Бог мог взять в моей жизни. У меня был страх неудачи, у меня был страх попытки вообще служить, стараться. Я даже обленился, я боялся людей, их отверженности. и также у меня был страх, что если я добьюсь того, что Бог мне показал, то это повлияет на меня негативно. Я думаю, что есть несколько человек для вас, а это действительно серьезные факторы. Вы, может быть, ничего не делаете и не напрягаете себя, и вам поэтому не нужно иметь дело ни с гордостью, ни с высокомерием. Вы не целитесь ни во что и попадаете в ноль каждый раз. Обязательно смотрите продолжение передачи Истинной Евангелия на следующей неделе. Вы можете поддержать наше служение, чтобы мы смогли предложить вам еще больше книг и программы Эндрю Вомака на русском языке. Для этого зайдите на наш сайт cbtcrussia.ru зайдите в раздел пожертвовать. Далее, следуя указаниям на экране, заполните форму слева, указав свои контактные данные. Введите сумму для пожертвования. Обязательно поставьте галочку в разделе новости служения. Нажмите кнопку пожертвовать, чтобы сделать пожертвование с помощью кредитной или дебетовой карты. Безопасность платежа обеспечивается служба Яндекс. Благодаря вашим пожертвованиям наше служение сможет и дальше распространять истину Евангелия с Эндрю Вомаком. Если у вас есть вопросы или вы хотите сделать заказ книг и дисков Эндрю Вомака, свяжитесь с нами по одному из телефонов или написав на электронный адрес, который видите на экране.